Ребята, всем привет! С вами Натали. Сегодня я выпускаю такую вот новую рубрику на своем канале, которая будет называться «Блокнотное настроение». И я надеюсь, что она вам понравится. Если это так, то поддержите меня лайком, и я постараюсь ее снимать хотя бы раз в месяц. И в конце этого видео будет очень миленький конкурс. Он будет в Инстаграме, поэтому досмотрите видео до конца. И сегодня у меня выходит творческий ролик, который посвящен моим блокнотам. Я хочу запустить целую серию таких видео. Называться они будут «Блокнотное настроение», и смысл будет заключаться в том, что в каждом видео я буду делать развороты и оформления в разных своих блокнотиках на различные тематики. Если вам понравится такая идея, то обязательно поддержите меня лайком. Так я увижу, что вам понравилось, и вы хотите еще такие ролики. Для начала я взяла свой блокнотик от Moleskine. Здесь, кстати, есть вот Микки Маус. Первый разворот — это будет неделя. И оформлена она будет в стиле шиншилл. Кстати, есть ли у кого-то из моих зрителей дома шиншилл? Обязательно отзовитесь в комментарии, я посмотрю, есть ли у меня такие зрители. Итак, для разворота я приготовила свои маркеры. Также у меня есть распечатка такая шиншилл. И, кстати, все распечатки, которые будут использоваться в этом видео, их, конечно, здесь, по-моему, не очень много будет, я оставлю в своей группе ВКонтакте. Поэтому, если вы хотите в точность такие же, то заходите, сохраняйте, скачивайте ссылочку в описании видео. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, я подписала сами месяца. И теперь, пожалуй, надо приклеить шиншилку, которую я распечатала. Теперь я подпишу дни недели и обведу своих шиншилок. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вот такие у меня выходят шиншилки. Напишите в комментарии, похожи они или нет на настоящих. Но мне кажется, что самое удачное это вот это, а самое жуткое вот это. Она вышла какой-то наркоманской. Я не знаю, на самом деле обозначалось так, что вот это ее бачок, то есть уже задняя часть тела, а вот это передняя. Но на рисунке этого непонятно, и кажется, как будто это просто сидит мордочка на ногах. Вот так вот я нарисовала. Вот что значит не очень часто рисовать. Так, сейчас я еще оформлю немножечко разворот, и мы перейдем к следующему. Вот такая у меня получилась неделя с шиншилами. Как видите, я оформила еще каждую запись все такими сердечками. Соответственно, около каждого сердечка я буду писать, что мне нужно сделать, какие дела. Сейчас я это заполнять не буду, потому что мне еще сложно выстроить полностью оттуда планы, которые у меня на следующей неделе, какие дела. Этим я займусь уже в выходные. Если вы хотите посмотреть, какие у меня будут дела, и как я это заполню, то переходите на наш влоговый канал, подписывайтесь. Я постараюсь в одном из влогов показать, как заполняю этот разворот. Вот, напишите, как он вам. И, кстати, если будете повторять или делать что-то подобное, то выкладывайте в Инстаграм, отмечайте на фотках меня, я обязательно буду вас лайкать. Ну и подписывайтесь на мой Инстаграм. Ну а сейчас я беру следующий блокнотик. Итак, следующий мой блокнотик, это вот такой блокнот на кольцах. Он у меня уже очень давно, и вероятно, что зрители, которые давно смотрят мой канал, этот блокнотик вспомнят, потому что в нем я делала довольно много разворотов. И он, кстати, уже почти что кончился. Но сейчас мы будем с вами делать страничку. Не разворот, а именно страничку. Нам понадобятся декоративные скотчи. Все декоративные скотчи, которые у вас только есть. Я, конечно, достала свои, но не все, потому что у меня их очень-очень много. И эта страничка будет как бы демонстрацией нашей коллекции декоративных скотчей. Итак, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Смысл заключаться будет в том, что ваши скотчи как будто на веревочках для белья висят вот здесь на прищепочках. Нам нужно будет нарисовать такие как бы картинки, точнее, рамочки. Я думаю, что на одной такой веревочке достаточно четырех. Продолжение следует... Итак, я нарисовала рамочки, в которые сейчас буду приклеивать скотч. Скотчу нам нужен примерно, наверное, сантиметр на сантиметр. Нужно создать такую видимость, как будто у нас полароидный снимок. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, собственно, такая страничка получилась. Обязательно пишите в комментарии, как вам. Мне кажется, выглядит довольно неплохо. И еще вы можете смотреть, какие скотчи у вас есть в коллекции. То есть, конечно, здесь не полностью их видно, но вы примерно можете наблюдать, что у вас есть в коллекции и так далее. И можно с появлением новых скотчей делать новые такие странички. Вот. Обязательно, если будете делать подобное, то отмечайте меня на фотках. Мне будет очень интересно посмотреть, какие скотчи есть в коллекции и у вас. Ну, а мы переходим к третьему блокнотику. Ну, и последний, третий разворот я сделала вот в таком своем скетчбуке или блокноте. Но, в общем, он продавался под названием скетчбук. И этот разворотик будет о котике Пушин. Я уже сделала тоже зарисовки, чтобы сейчас просто раскрашивать, обводить. Вы посмотрите этот разворотик. Здесь также будет анкета Пушина и несколько его зарисовок. И, кстати, я только недавно узнала, что у Пушин оказывается девочка. Напишите в комментарии, вы знали, что этот котик девочка? Лично я вот... Нет, и для меня это было открытием. Итак, ладно, я начинаю разворот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Вот такой у меня получился разворотик с Пушином! Я обязательно сфотографирую его в свой инстаграм. Кстати, у меня есть вторая страничка в инстаграм, где я выкладываю фотографии из жизни, а также фотографии блокнотиков. Обязательно подписывайтесь! Я буду всем очень-очень там рада! И еще, ребята, у меня есть для вас очень милый сюрприз. Он, конечно, совсем небольшой, но я думаю, что вам будет приятно. У меня есть вот такие открыточки с милыми котиками. И я хочу дарить эти открытки своим подписчикам, подписчикам в инстаграме, которые приходят в мой инстаграм непосредственно из видео о блокнотах. Эти открытки могут достаться кому угодно, может быть, даже именно вам. Поэтому сейчас обязательно переходите по ссылочке под моим видео в мой инстаграм, подписывайтесь. И под самые последние мои опубликованные фотографии пишите хэштег «Хочу открытку от Натали». Примерно через неделю я выберу рандомно 5 человек, заполню эти открыточки и отправлю их. Но чтобы знать, кому я пошлю эти открытки, следите за моим инстаграмом. Я напишу под одной из новых фотографий никнейма девчонок, которых я выбрала, и отправлю им открыточки. На этом я буду с вами прощаться. Обязательно поддержите меня лайком, если вам понравилось такое видео, и вы хотите, чтобы я дальше продолжала эту рубрику. Ну, а мы с вами увидимся уже очень-очень скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok